Привет! Я всем очень рад! Я всех приветствую! Вы на канале Дневник Эмигранта! На канале Дневник Эмигранта вы узнаете, как протекает жизнь в Англии. Переезд в Англию и вообще эмиграция – это нелегкий шаг. И этот канал поможет вам ориентироваться в Британии, если вы решитесь на этот отважный поступок. Какие достопримечательности Лондона можно посетить бесплатно? Мы посетим Баторси Парк. Также мы увидим лондонскую достопримечательность. Это храм Будды Пага Дамира. Для того, чтобы вам найти все эти парки, королевские парки, самые красивые парки в Англии и Лондоне, вам нужно воспользоваться приложением «Русскоговорящая Британия». Russian Speaking Up – это инновационное приложение с функцией интеллектуального поиска, которое упрощает вам поиск предприятий, объявлений в определенной области. Панель управления позволит вам управлять своими объявлениями, категориями, уведомлениями, событиями и предложениями. В приложении есть возможность отправлять и получать мгновенные уведомления. Добавляйте в избранные объявления и пуш-уведомления о них. Мощный поиск позволит вам найти лучшие предложения и объявления поблизости или в другом регионе или городе. Продуманный дизайн, интуитивно понятная структура, удобная навигация, множество дополнительных функций. Загрузите приложение сегодня и испытайте бесконечные возможности. Замечательная есть опция здесь, очень мне нравится, афиша. Вы можете наблюдать, что происходит в Англии и в Лондоне и посещать эти мероприятия. Лондон – самый зеленый мегаполис мира. Кроме повсеместных скверов и садов, на территории британской столицы установлены крупные парки, местами напоминающие лес. Они очень разные от охотничьих с дикими оленями и неасфальтированными тропинками до детских с игровыми площадками, зоопарками, фермами и приятными семейными кафе. Парки Лондона, как культурные, общественные и рекреационные пространства, стали частью туристической инфраструктуры и одной из отличительных черт города. Сегодня более 150 парковых зон, скверов и садов занимает территория более 300 гектар в разных местах британской столицы. Самые знаменитые королевские парки. Их территория некогда принадлежала членам монаршей семьи, а теперь это открытые, благоустроенные природные зоны в городе. Кроме королевских парков, в Лондоне вы найдете парковые площадки, ботанические сады и даже садовый музей. Внимание и любовь англичан к садово-парковой архитектуре и дизайну выражается и на частном уровне. Сады выращивают владельцы городских и деревенских домов. На уровне общественного благоустройства сады и парки культивируются и сохраняются в городах на протяжении столетий. В Батерсе-парке, заложенном между 1846 и 1864 годами, сохранились многие типичные викторианские особенности. В том числе официальная аллея – озеро Цветники и Кустарники. В XVIII веке на территории будущего Батерсе-парка было пролито немало дворянской крови. Здесь часто устраивались дуэльные поединки, среди участников которых в 1829 году был замечен известный полководец и тогдашний премьер-министр Великобритании Артур Веллингтон. Среди достопримечательностей, ради которых стоит посетить парк, можно отметить ворота Альберта, которые первыми встречают посетителей парка. Самое большое дерево Лондона – 33-метровый американский орех. Старый английский сад с кустами самшита и миниатюрным прудом. Поющие фонтаны, буддийская пагода мира и небольшой детский зоопарк с козами и маленькими кенгуру. Также в Батерсе-парке есть спортивная площадка и лодочная станция, где можно взять лодку на прокат. Друзья, перед тем, как двигаться дальше, я хотел бы вам показать достопримечательность. Это буддийский темпл с реликвиями. Сейчас я вам немного больше расскажу. Это священное место, официально известное как Лондонская пагода мира, была открыта в 1985 году. Его возведением занимались монахи, монахини и последователи Нипанзан Механзи, буддийский религиозный орден, призванный содействовать миру во всем мире. Основатель, достопримечательный Нититадзу Фудзи, встретился с Махатмой Ганди в 1933 году и был вдохновлен на создание мирового движения. Идеология заключалась в том, чтобы противостоять растущей угрозе ядерного оружия во время конфликта, особенно холодной войны. В пагоде есть четыре бронзовые инсталляции, каждая из которых изображает часть жизни Будды. Рождение, созерцание, ведущее к просветлению, учение и смерть. Хотя пагода находится на попечении совета Уонсворта, все есть еще монах, который каждый день приезжает на это место, чтобы позаботиться о ней. Есть мероприятия, которые проходят в течение всего года, но наиболее заметными из них является одно в июне, когда буддисты встречаются, чтобы помолиться за мир, и другое в августе. Чтобы почтить память всех жертв войны, проводится церемония плавающих фонарей. Объединяет и примеряет людей, всех расст и национальностей вот это место в Лондоне. Идемте почитаем, что же написано, что же рассказывается. Слоун Сквер, ближайшая станция, примерно в километре. От вокзала пройдите до Нижней Слоун Стрит и Челси Бридж Роуд и сядьте на автобус 137. А теперь я продолжаю свое путешествие. Сегодня мы с вами посетим еще одно уникальное место. Один из известнейших городских парков в мире, в котором каждый найдет что-то для себя. Здесь можно насладиться и плаванием, и катанием на лодках или коньках. В зависимости от сезона и ездой на велосипеде. В парке есть площадки для командных игр, теннисные корты, дорожки для верховой езды, детская игровая площадка и кафе на берегу озера. На территории гайдпарка расположен мемориальный фонтан Дианы, принцессы Уэльской, а также художественная галерея Серпентик Галери, в павильонах которой выставлялись такие заслуженные архитекторы, как Заха Хадид и Аскар Неймеер и другие. Мы находимся в гайдпарке. Сейчас вечер, и можно пить пиво. И сейчас мы вам покажем, как пьют пиво русскоговорящие люди в гайдпарке. Погнали! Да? На камеру? Зачем? Мне нечего вам сказать. А сейчас? Мы не популярны здесь, но, тем не менее, наше интервью ретроизмится продаж. Погнали, да, по временам у нас. Погнали, да, я тебе ровно пройдет. С второго этажа я тебе говорю. Не пугай народ, да? Народ там пуган, а не не первый раз. Что? Вот это вот хозяйка вечеринки, мы хотим взять у нее интервью. Как вы относитесь вообще к ситуации в мире? К ситуации в мире я отношусь. Активно. Как вы видите ситуацию? Ну, то есть, достаточно активно? Достаточно активно. Мне кажется, спасибо, Галь. Я так медленно говорю. Понял, понял, понял. Хочется быть адекватной взрослой женщиной, но крюль. Позирует, режиссеры снимают операцию с камерой. Да, вот ты же как... Вот, поправь, поправь. Ты же видишь, как нужно. Вот реально поправь их. Даже вместе я видишь, это не так. Так, подождите. Нет, снимают вот сюда. Так, стоп. Так, дубль два. Подождите. А где еще? Сколько раз говорил? Брей, ну... Вот, вот, задержи. Ногу задержи. Вот, выше. Сторону еще. Вот, ну... Вот ты вот так сделала. Все, как она против сделала. Вот, вот. Вот хорошо. А можно три раза подплавно? Вот три раза. Раз, два. Как? О, каман. Как я тебе видела? О, каман. Нет, ну, начинай. Привет, Ленона. Убирайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте уже меня тоже. Ну, давай. Ну, давай. Ну, ладно. Очень приятно. Ты не сказал, как тебя зовут. Костюм откуда такой вот? Я тоже думаю, что я адекватен. Это директно. Ну, вот, можно... Онлайн-шопинг. Давай покажем костюм. Что это за материал? Креплин. Креплин называется, да? Летний материал очень, очень приятный. Откуда такой костюм у вас? Вы Ямайку посетили? Нет. Просто скажите, где вы его взяли. Мне так нравится, когда все не так красиво. Онлайн-шопинг. Совершенно более-менее. Поэтому я делся... А ваше платье откуда? С магазина. А что за модель? Как фирма называется? Не надо этих фирм, да? Обыкновенные платья. Платье? Для жары. Это лен. Лен. Это лен. Леное платье. Собъектно-бумажное. Ну, я понял. А сзади можно? Нет, нельзя. Правда, что платье от слова плакать? Прости. Извините. Вот, здесь можно сзади. Еще раз покажите свою спину, пожалуйста. Вот. Замечательно. Костюм от слова Кремплин. Кто ты такое слово взял? Кремплин. Кремплин. Арт. Арт Кремплин. Вы не слышали никогда? Это как подвязки. И чулки. Даже лучше. Нет, это не было бы от чего. Если бы я сейчас вставал бы там за... Вот я в другой взял. Сюда. А, да, да, да. Это понятно. Это понятно. О, это мусти. Вот. Вот. Раз, два, три. Актеру на яйца чуть выше, левее и резче. Шедевер. Шедевер. А я поняла, поняла, что... Смещается, белорусская. Все можно. Уже все. Да, можно гонить. А что, первое? Махила руками. Ну, Саня, я практика, пожалуйста. Не знаю, как тебя зовут. Давай, давай. Ты красавчик-то, на весь будешь в центре у нас. Никит, тебя не видно. А меня видно? А ты красавчик, конечно. Я на тебя показ навожу. Ты чего? А кто красавея, он или он? Вы сказали, он красавчик, и он красавчик. В смысле? Я не сравниваю. Оксан, Оксан. Я красавчик. Давай, давай. Смотри, сколько. Давай, давай, белый мужчина, белый мужчина, иди садись. Улыбаемся. А, здесь львийский рай. Слабайся, Маша. А ну-ка, Илона, на вытаскивай. Терпой его через коленки показывай. Ночную жизнь Лондона называют одной из самых динамичных и разнообразных во всем мире. Это касается абсолютно всего клубов и живой музыки, модных баров и традиционных пабов. Главные клубные места Лондона Сохо и Лестер Сквер ждут посетителей на протяжении всей недели. Главные клубные места Лондона Сохо и Лестер Сквер. Главные клубные места Лондона Сохо и Лестер Сквер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 вопросы. Обязательно отвечу всем. До конца посмотрели, да? Ну хорошо они выступали. Здесь в церкви я ходил на курсы английского, тоже в церкви.